Приветствую вас! Давайте разберём ваш вопрос. У меня такая ситуация очень нервная, успельчивая, могу плакать просто так, могу накричать из-за пустяка. С чем это связано? Ну, как бы по общему правилу, то, что вы описываете, связано с внутренним напряжением, то есть внутренний конфликт. Условно говоря, вы напряжены вследствие какой-то своей ситуации, вот, жизненной или психологической, или, может быть, физиологической ситуации, как сказал мой коллега, могут быть физиологические причины вашего состояния. Вот, вы напряжены, и, соответственно, организм, в том числе психика, они могут постоянно находиться в состоянии сжатия. То есть это такая вот, такая функция мозга, да, которая отвечает на какую-то опасность, на какой-то стресс и так далее. Вот, стресс имеет несколько стадий, то есть есть активная стадия стресса и, соответственно, пассивная отправляющая. Вот, первый, как бы свой этап реакции на стресс, если является активным, человек ищет способы решить проблему, снять стресс, вот, если у него не получается это сделать, соответственно, переходит в пассивную стадию, когда, в общем-то, стресс уходит в глубь психики и начинает разрушать человека изнутри. Вот, соответственно, у вас, это, судя по описанию, такой вот поздний первый этап, то есть поздняя-поздняя часть первого этапа. То есть это вот такая отчаянная попытка, что называется, снимать стресс, который у вас есть. Как правило, ну вот, по крайней мере, то, что вы описываете, да, например, вот, нервность и успельчивость, да, это про как раз таки напряжение, про подавление чего-то. Слёзы, это про обиды. Ну, понятно, что может быть что-то ещё, но вот про обиды. Накричать из-за пустяка. Это агрессия, то есть здесь, в данном случае, такое же проявление злости, такое же проявление, скажем так, личных границ, которые вы, например, можете игнорировать у себя, допустим. Да? То есть, когда можно и нужно человеку проявлять агрессию. Когда очень близко оказывается что-то раздражающее, что-то неприятное. Причём раздражающее и неприятное может быть таковым, когда оно именно близко, когда оно на расстоянии комфортном. Причём сам человек определяет, какое расстояние для него комфортно. То есть, ну, если мы, например, рассматриваем взаимодействие двух людей, то, в принципе, довольно приятный человек, да? Приятный нам в общении, приятный нам в поведении, приятный нам внешне, приятный нам в деятельности какой-то человек. Находясь на одном расстоянии от нас, например, на расстоянии, там, знакомого, на расстоянии коллеги, на расстоянии друга, допустим, да? На расстоянии, там, партнёра, допустим, по бизнесу или партнёра вот в какой-то деятельности он нам приятен и агрессию не вызывает. Но, когда этот же человек является нашим, допустим, соседом, который живёт непосредственно с нами, допустим, в одном, как бы, помещении, или на одной лестничной площадке на одном этаже, или в разных, ну, в одном помещении, но, допустим, в разных комнатах, или в одной комнате, это совсем другое, этот человек становится нам неприятен. И подобное явление касается, в принципе, всех, абсолютно всех аспектов, если какой-то аспект на одном расстоянии является, в принципе, приятным, в принципе, как бы мы его воспринимаем как тот позитивный, то стоит этому объекту изменить своё расстояние, ну, соответственно, как бы восприятие его меняется, вот. И агрессия – это как раз таки история про то, чтобы что-то от себя отдалить. Слёзы же – это наоборот, чтобы что-то к тебе приблизить, понимаете, да? То есть, глобально ваше состояние можно описать как следствие невнимательности к себе. То есть, если человек не очень хорошо замечает, что он хочет, не очень хорошо замечает, как он реагирует на те или иные вещи, и не очень хорошо обращается со своими, как бы, реакциями на те или иные вещи, вот, то возникает у вас, возникает вот такое состояние. Состояние обиды, состояние агрессии, потому что, как бы, скажем так, одушевлённые и неодушевлённые объекты хаотично приближаются и отдаляются от человека. А человек сам на это никак не влияет. Понятно, что если повысить, как бы, эмоциональный интеллект и более активно участвовать в том, как двигаются эти объекты вокруг нас, то есть, совершенно не факт, что все объекты будут в том положении, да, которое мы хотим. То есть, совершенно не факт, что мозаика или пазл сложится так, как мы хотим. Но какой-то результат от этого будет. И, постепенно, при последовательном таком поведении, ну, в общем-то, на большее количество, на большее количество процентов, мозаика или пазл складывается так, как человеку нужно. А не происходит что-то всё вообще, вообще, вот, вне зависимости от того, как, ну, как это, вот, хотят, например, другие люди. Вот. Поэтому так важно замечать то, что с вами происходит. И так важно обращаться, обращаться с тем, что вы чувствуете, и выращаться. Вот. Если человек хорошо чувствует... Нет, давайте не так. Если человек не замечает то, что с ним происходит, то появляются такие чувства, как тревога, страх, там, вот, то, что вы описываете, да, то есть, резкие приступы агрессии, там, страха, может быть, и так далее, да, слёзы и так далее. Вот. Если человек не замечает, если человек не знает, как обращаться с тем, что он чувствует, например, это тоже такая, ну, можно сказать, проблема, да. Вот. Вот. Если человек не замечает то, что он чувствует, если человек не замечает, то есть, если человек замечает, точнее, но не знает, как с этим обратиться, то он проявляет агрессию, злость. Значит, как это, как это сказать, он в виде некоторых претензий, например, может выражать и говорить то, что его тревожит, то, что его беспокоит, вот, да? То есть, вот, такой аспект вполне... может присутствовать в данном, ну, в данном случае, в данном моменте. Вот. Понимаете, да? Поэтому работать здесь, по моему мнению, нужно, вот, в данных направлениях, как мне кажется, по крайней мере. Вот. Работать, по моему мнению, нужно, вот, в этих аспектах, скажем так. Вот. По крайней мере, так это, вот, в данном, конкретном случае, вижу я. Вот. То есть, то, что вы описываете, эта история про, знаете, вот, про такой вот, глобальное, я бы сказал, незамечание себя, глобальное незамечание, на того, что вот, ну, того, что вам, к примеру, хочется. Вот. То есть, если вы, вот, допустим, привыкли, да, как-то вот это игнорировать, ну, вот, соответственно, у вас будут возникать такие, такие вот переживания, такие вот чувства, потому что, такова цена, такова цена, именно, цена, которую, грубо говоря, человек платит за, ну, подобную модель, вот, за подобную поведенческую модель свою, вот. Как бы, и ситуация, она, в общем и целом, не, ну, не, а, как правило, не меняется со временем, в данном случае, вот. Потому что, потому что, ну, есть, 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 некоторые оживания у, например, вас, что, что, ну, что ситуация будет разрешена, да, что она как-то вот разрешится, что она, ну, как-то будет, ну, лучше, вот, ну, со временем, со временем, вот. А этого, кто-то, не происходит, и не происходит, и не происходит, и, в итоге, кто-то, и вы, ну, можете, в принципе, уставать, как бы, ждать уже, потому что, потому что вы ждёте, ждёте, а кто-то, особо ничего не меняется, ну, особо ничего не меняется, не меняется, не меняется. Тётя, ждёте, ждёте, как бы, всё, всё остаётся, по-прежнему, всё остаётся, всё остаётся, ну, так же, вот. А, как бы, ну, потребности, потребности, ваши, они никуда, в принципе, не деваются, никуда не исчезают, вот. Понимаете, да, какая штука. Вот, поэтому, в этой, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Вот нужно работать над тем, чтобы повышать свой эмоциональный интеллект, вот, повышать уровень своего эмоционального интеллекта, вот, и, как бы, улучшать таким образом, качественно, вот, в своей жизни, вот, по крайней мере, по крайней мере, по крайней мере, это то, что, то, что я бы вам мог прямо сейчас озвучить, да, вот, с точки зрения психологии. На этом все, надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Я желаю вам всего самого лучшего. Удачи, обращайтесь за помощью, вот, она вам пригодится. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...